Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы возвращаемся с вами на поле боя, на этот раз не на станцию, а на зону, где в финале верхней сетки Тов Соло Гром встретится Ветис Мергелян 2 и My Life, My Rules. Освещать этот поединок будет для вас я, Бёрн Флейм, и, к сожалению, для вас делать я это буду один на протяжении этого боя. Итак, что мы можем сказать об игроках? My Life, My Rules, капитан команды ГГВП. Известный дуэлянт, всегда молчит. Ничего плохого сказать могу, был я в команде ГГВП, просто топовый глава, топовый игрок, и не раз он подтверждал свое звание одного из лучших в режиме Соло. А Ветис Мергелян 2 же, в свою очередь, раскрывшийся буквально звезда этого лета, довольно далеко он прошел во всех категориях Соло, успел он отметиться, и в Классике, и в Громе, вот где сейчас он играет в финале верхней сетки, и в Молоте, и в Рикошете он также еще не вылетел. Будем следить за ним, кстати, приоткрою завесу тайны, его уже подписал мой клан, а именно Этернити. Ну а у нас раунд начинается уже как 4 секунды, идет небольшой размен Громами, ну а Ветис Мергелян 2 успевает взять флаг. И сейчас Рулс на ХП должен выносить своего оппонента на Респ, конечно, будет 2 аптеки, но пока что ХП больше у капитана команды ГГВП. А Ветис вынужден первым использовать свой ремкомплект, и вот очередная стычка на центре, на этот раз за ДДшку, двойной урон у нас законтролил игрок метели. И что ж, пока что это выглядит как 1-0 для синей команды, да, к несчастью, к несчастью, для Ветиса на центре выпала также и ДАшечка, которую сейчас Рулс законтролит. И Рулс не спешит ставить первый флаг, решает он отконтролить едвойной урон, скидочка, скидочка, вау, как же он играет. И как бы это не стало для него фатальным, ведь, насколько мне известно, у Рулса сейчас не должно быть аптеки, если Аветис будет первой на простреле. Да, отыгрывает Аветис у нас от пола, и вот, казалось бы, такая выигрышная ситуация оборачивается совершенно противоположной стороной для Рулса, и Аветис, видимо, не будет контролить дроп, а будет ставить первый флаг. Да, Рулс подрубает ДДшку, но, к сожалению, его это не спасет, будет вынужден использовать свой ремкомплект, и уже пытается как-то на хп вынести, Аветис переживает действие зеленого расходника, и сейчас сближается со своим оппонентом, чтобы Рулс также получал дамаг, когда дамажит себя обоюдное самоуничтожение, и игра начинается сначала. Ну что ж, смотрим за респами, смотрим за респами, Аветис респится на своем флаге, Рулс же респится на левой части карты и сразу устремляется в атаку. Пока у нас небольшое затишье идет, перестрелочка между непосредственно блокпостами станции, я хочу вам напомнить, что у нас в ВК проходит голосование, где именно вы выбираете победителя, а предсказываете победителя данного матча. В случае, если предсказания третий оказываются верными, мы разыгрываем дополнительно 5000 кристаллов в конце раунда. Более того, уважаемые любители халявы, у нас всегда разыгрывается припас голд в зависимости от онлайна, в зависимости от пикового онлайна трансляции, за каждые 50 зрителей мы разыгрываем в конце один голд. Тем временем, у нас была небольшая стычка, из которой Рулс вышел победителем, но, к сожалению, размен был немален, и Рулс вынужден сам уничтожиться. А Витя Смергелиан уже был игрок, уже 2 оппонента, и сейчас будет борьба в центре карты за ремкомплект. А Витя Смергелиан в более выгодном положении находится, но почему-то в аптечку взял Рулс. Ну что ж, неудачно-неудачно, безусловно, для игрока уже Этернити, и довольно гордо я это сообщаю. Но 2-0, 2-0 выходит у нас игрок красной команды вперед. Очередной флаг он доставляет, но сейчас Рулс на фуле, и как минимум одну тряпочку ответа он должен оформлять. В противном случае как-то очень-очень плохо для капитана ККП. И сейчас Аветис должен был подрубать Дашечку немножечко пораньше, но у него еще есть аптека, и... Слушай, а у Рулса-то проблемы? Слевает его Аветис, берет уже третий флаг, и да, он не подрубил Дашку вовремя и пропустил один гром с ДДшки, но нет, Рулс не воспользовался этим никак, и Аветис ставит уже третий для себя флаг, довольно радостно, конечно, для меня, но и удивительно, сказал бы я. А Рулс, к слову, неплохо отыгрывает на аптеке, Аветис не выдерживает, и наносит последний фатальный для себя выстрел, а Рулс же на полно хп уже устремился на доставку. А Аветис, видит Аветис поставленную мин, играет в вторую номеру на громе, и успеет ли он слить Рулса? Аптечка прожата, и Рулс не успеет доставить флаг на выезде, Аветис сейчас принимает болевое решение, самоуничтожится, и что ж, 3-0 за 5 минут до конца, выглядит пока что очень уверенно для игрока Этернити, а Рулс выражает свое недовольство в чат. Конечно, конечно, его недовольство понятно, то на Респе оказываются оба игрока, то флаг доставляет Аветис, пока что он увереннее выглядит на реках. Ну что ж, посмотрим, как пройдет. А что дальше, пока что в совершенно равных ситуациях, находясь с собой игрока. Да, игрок красной команды врезался у нас в каменные блоки, но он первый на громе и первый на хп. Точнее, он второй на громе, но на хп он первый. И сейчас, к слову, Аветис в более выгодном положении будет он контролировать выбор шеверим комплект, вследствие чего будет в более выгодном положении. Подрубает он ТДшку, и даже упавшая ДАшка на Руза его не спасет. И это будет уже 4-0, слушай. Попахивает разгромом. Ну как, слушай, обращаюсь я, конечно же, там к тебе, поскольку Милк, кем-то возьми, меня кинул. Я, блядь, у самого заказа, у которого у меня, к слову, нету, я. Буду мучить вас своим голосом на протяжении последнего боя сегодняшнего вечера. Соло, и никаких передышек для вас не будет. Все должны страдать. Боже, хотите голды, страдайте и слушайте меня. И пока что у Аветиса откуда у него есть своя аптека. И вот уже на равных оба игрока. К слову, у Руза немножечко меньше хп. И вот сейчас оба отправятся на респ. Да, оба отправляются на респ. И очень важно, какой респ будет у обоих игроков. Если у Аветиса будет правой для него респа, Рулз, соответственно, тоже правой, то это будет очень плохо для игрока красной команды. Но вот оба респа центральны, и Рулз должен составлять этот флаг. Аветис это прекрасно понимает и идет уже контролить ТДшку, а не препятствовать увозу. Собственно, все правильно, никак он помешать не мог, потому что у обоих игроков еще есть аптека. И Рулз сейчас занимается бодиблочингом, ничем иным, как блокировкой корпуса. А Ветис еще пережимает, пережидает несколько граммов, и только тогда использует свой ринг-комплект. А Рулз до последнего пытается отсрочить увоз собственного флага. Управляются капитаны КГБ на респ. А у нас будет увоз, нет увоза через центр, не будет, а она прекрасно понимает, что этот увоз не будет состоятельным, поскольку Рулз должен с респа просто подрубать ДДшку и отправлять на этот самый респ уже игрока красных. Ну что ж. Волевое самоуничтожение у нас от игрока. Аветис, под ником Аветис, Мергиллиан 2, и вот снова борьба за аптеку. Но на этот раз, судя по всему, Рулз выйдет победителем из этого небольшого противостояния за зеленую коробочку. И на ХП сейчас должен он выносить своего оппонента. И сейчас у нас просто зеркальная ситуация для Рулза. Видно, точнее для Аветиса. Видно, что его оппонент, а именно Майлайф Майрулспот, собрался, взял игру в свои руки, но как бы не было поздно, мой молчалевый друг, ты уже летишь до 2-4, это уже не 0-4, но вот сейчас Аветис, видимо, начал нервничать, потому что не заметил выпадающую ДДшку на левом для себя фланге, после чего остался без заведомого его дропа. И пытается на аптеке отыграть, но Рулз не так-то прост. Он у нас на двойных, в то время как Аветис только на ДА-Нитри, и сейчас любой размен для игрока Этернити будет невыгодным. Вот сейчас уже зеркальная ситуация, у Майлайф Майрулза падает ДА-шка, Аветис остается, к сожалению, для него на один гром, и это уже 4-3. Рулз просто перехватывает инициативу и близок к тому, чтобы сравнять счет. Аветис уже нужно, в свою очередь, подсобраться, потому что, если игра пройдет в этом же ключе, то 4-4 не загораем, а там уже, кто знает, возможно, и пятый флаг будет доставлен Майлайф Майрулзом. На последнее хп Рулз выходит в размен, знает он прекрасно, что аптечка успел отгулдауниться до выстрела своего оппонента, и вот сейчас. Аветис снова в том положении, когда вынужден он играть против ДА-ДД оппонента, при наличии лишь ДА-Нитры у самого, и успел он, успел он довольно далеко оттащить флаг своего противника, и сейчас все будет решать. Довольно добрый респ, да, ведь не нужно подрубить ДА-ДД, нет. Решает он подрубить, да, и отыгрывать уже на хп Рулз. Аветис, что же ты делаешь, у тебя сзади аптека, не видит он, к сожалению. Аптеки, успеет ли Рулз? Да. Рулз забрал аптеку, это уже хорошо, но, к сожалению, для него аптека не успела подействовать, и это будет 5-3 для Витис Мергеляна-2, и сейчас ему нужно просто, да, отжирать Дашку, отжирать Дашку, и уходить в размен, точнее уходить в блокировку корпусом, не дарить Рулзу, поставить два флага, а поставить два флага, и не выглядит реально на этой карте за 17 оставшихся секунд. Что ж, мы поздравляем, точнее я поздравляю игрока Этернити, но если все будет проходить в том же ключе, что и последние 5 минут данного раунда, то Витиса будут проблемы. Видим мы, что UP008 имеет игрок красной команды, 1 на 13, в то время как у MyLifeMyRules 4 к 10, и сразу видно, кто тут больше самоуничтожался, кто тут больше убивал, но более гранатическая игра в исполнении Витиса позволяет ему выйти победителем из первого раунда, и что ж, и что ж, небольшая пауза на контроль дропа. MyLifeMyRules будет отконтролировать аптеку, видит ли это, а Витис да, он это видит. Нет, явно кулдауны на расходника будут записаны, поскольку именно аптечки будут решать у нас противостояние 1 на 1, и тот, кто контролит аптеку, чаще всего выходит из противостояния победителем. Видим мы, что Витис решает законтролировать дроп на своем флаге, в то время как Рулс контролит весь остальной дроп на карте. Возможно, возможно, это некий трюк, чтобы вести заблуждение своего оппонента, а возможно и нет, и АВИТис просто забил на контроль дропа, решает играть по ситуации. Ну что ж, посмотрим, что будет в втором раунде пока что. Я напоминаю, что в первом раунде у нас побеждает со счетом 5-3, АВИТис Мергелян 2, тем самым обеспечивается ей преимущество в один раунд. Из четырех, но по голосованию в ВК с довольно небольшим преимуществом победил у нас Мороз, а именно с 44-47 голосов и 54% были оданы за него, в то время как АВИТис Мергелян 2 может довольствоваться лишь 39 голосами, и, соответственно, с 45%. Итак, на этом у нас голосование объявляется закрытым, точнее, оно закрыто уже до начала этого боя, а значит, если в этом противостоянии побеждает My Life, My Rules, дополнительные 5000 кристаллов отправляется у нас в зрительский зал, если же нет, то зрителям будет отдано всего лишь несколько голдов. Пока приятно голдов, вы узнаете в конце, я напоминаю, что количество голдов зависит от пика нашей трансляции, так что зовите своих друзей, близких, кошек, собак, открывайте мультитвич, много окон, смотрите с режима инкогнито, повышайте онлайн, и тогда все больше голдов будет разыграно, и если мы видим отдачу, а именно большое количество зрителей, значит, все больше средств будет привлекаться в наши трансляции, а значит, больше розыгрышей, больше веселья, больше всяких фикшек, и больше всего-всего, так что, ребята, смотрите, зовите своих друзей, возможно, слушать мой голос не так весело, но вы же хотите халявы, ведь правда? My Life, My Rules тем временем отправляет Аветис Мергеля на 2 на респ, будет он отконтролил, он аптеку, отконтролил также ДАшку на базе своего оппонента, и сейчас Аветис Мергеля на 2 в незавидном положении думает, он какой дроп врубать, если Рулз отправляется на доставку флага, безусловно, это будет ДДшка, но видно, что Рулз остается на контроле с ДАшки, и Лавар делает выбор пользу ДАшки, собственно, правильно будет он контролить ДДшку, и юзает аптеку только сейчас. Если ремкомплекту Рулз зовут, вот в чем вопрос, ремкомплект должен быть, да, он и используется, оба игрока на фулах, но Рулз ведет у нас 1-0, а в Ветису остается буквально один гром, да, Рулз отправляет своего оппонента на респ, и вот уже 2-0, Аветис Мергеля на 2 должен собраться, хотя нет, что-то поторопился, я с выводами на счет 2-0 Рулзу еще нужно поставить, нет, это 2-0, в случае не будет, Ветис должен быть своего оппонента на респ, что он делает, и увозить уже флажочек своего соперника, посмотрим, где будет респ у капитана ГГВП, в принципе, любой респ его устраивает, от аптеки должен он отыгрывать, да, подрубается ДТшка, Ява не нужно сейчас выезжать вперед, не нужно, дружище, поскольку аптека на центре вот-вот с секунды на секунду должна падать, и если ее законтролит Рулз на 0 хп, это будет очень и очень грустно, да. Игрок антисней команды, но нет, Рулз решает не контролировать свою аптеку, доставляет старую флажочку в этом раунде, и вот счет уже становится 2-0, не в пользу синего. Игрока Рулз сейчас отправляется на респ, и вот аптечечка, аптечечка уже падает, а Ветис Мергеля на 2 это безусловно видит, и должен он, должен оставаться на контроле ремкомплекта, да, решает правильно заблочить корпусом, и успеет, успеет взять аптеку, аптека успеет сработать, а значит это будет первый флаг для игрока синей команды, внезапное подрубание ДТшки и финальный выстрел по Рулзу, и отправляется на контроле ремкомплекта, и отправляет игроков ГГВП на респ, а сейчас у нас небольшая перестрелка в центре карты, видит ли Аветис свою Дашку на флаге, нет, он её не видит, но зато он видит Дашку, выпавшую на базе Рулзу, и собственно на её контроле он и отправляется, если бы не Мина удачный, наземный расходник от Рулзу отправляет, Аветис Мергеля на 2 на респ, и вот уже нужно подрубать ДТшку, хотелось бы конечно подрубить Дашку, если контролить ДТшку, собственно, что он и делает, отдаёт он этот флаг своему оппоненту, видимо, использованная аптека Майлайф Майрулзу поставила крест на этой доставке, и вот счёт у нас уже становится 3-1, сейчас буквально на ХП должна весь Мергелян 2, отправлять капитана ГГВП на респ, уйдить ещё один флажок, собственно, чем он и занимается, будет ли Минка на аптеке? Нет, Минка на аптеке не будет, но это 3-2, всё, ещё в пользу Майлайф Майрулзу, но расстояние сокращается, расстояние сокращается, и сейчас Аветис Мергелян 2 на полном дропе. Майлайф Майрулз вынужден использовать аптеку, и главное выдать хотя бы один гром перед отправкой на респ, что, собственно, он и делает, и сейчас игрок синей команды молится на левый респ, но, к сожалению, у него рез правый, и Майлайф Майрулз будет доставлять четвёртый флаг в этой встрече, а Аветис подрубает ДДшку, и сейчас будет страдать за свой выбор. Собственно, ничего нового, Аветис Мерлз переждает, конец аптечки, и сейчас Аветис Мерлз будет уничтожать Аветис Мергелян 2, тот, к слову, успевает у нас выдать один решающий гром, и, возможно, именно этот гром сейчас будет что-то решать в этом противостоянии. Нет, дружище, не нужно выезжать на центр, хотя нет, он решает, что Рулзу нужно как можно раньше подобрать аптеку с пола, но у Рулзу-то ещё есть родная аптека, в то время как у Аветис Мергелян 2 остаётся с АП на... Да, ещё один гром. Ещё один гром должен выезжать издалека, но не такие стальные нервы у нас. У игрока синей команды стриманул он подрубление ДДшки и, собственно, правильно сделал. А у Майлайф Мерлз всё ещё есть ремкомплект, который сейчас будет использован. Будет? Что? Он просто не использовал... Серьёзно, дружище? Если ты рассчитываешь на победу в этом раунде, то тебе нужно использовать аптечку немножечко заранее. Поскольку вот такие внезапные подрубления ДДшки и отправка нарезок может сыграть безусловно очень злую чутку с тобой. Так что, Рулз, соберись, ещё пару таких ошибок и в этом раунде ты потерпишь фиаско. Что очень-очень не хотелось бы, конечно же, игроку красной команды. Он здесь не для того, чтобы терпеть поражение из-за таких вот микромоментов. А здесь Мергелян 2 отдаёт перепочтение ДДшки, собственно, кто очень верный на аптечке. Он сейчас должен отыгрывать. Да, подрубается аптечка. Рулз пережидает время здесь староходника и сейчас принимает правильное решение уходить как можно дальше, чтобы не было пятой доставки. У Рулза тем временем у нас спадает Дашка, да. А, ещё и собственная. У Рулза была отконтрольная Дашка. Ну тогда всё плохо, братишка Ава. Стоп, всё плохо. Но лаг сервер. Лаг сервер сейчас играет на руку игроку синей команды. Почему-то была скидка флага или это действительно лаг сервера или это непреднамерная скидка, но в любом случае, как бы это ни было, Рулз успевает ставить пятый флаг только из-за того, что Респа Витти Смергильяна был злой. Сейчас главное не уничтожиться. Да. Было главное не уничтожиться, Витти Смергильяна и отправить на Респ своего оппонента, но, к сожалению, этого не произошло. И сейчас Ава. Ава первый на аптечке. Называю я его неполным ником, поскольку успели мы с ним уже познакомиться. Ну, что ты делаешь, дружище? Что ты делаешь? Ты отдаешь аптеку My Life My Rules и вот теперь этот флаг тоже поставлен, потому что Руза есть сейчас, собственно, аптека. Сейчас, сейчас, сомнительный момент, ведь он поплыл уже. Игрок, как, теперешний игрок клана Этернити, зря, совершенно зря, ты отдал этот ремкомплект своему оппоненту. Сейчас нужно подрубать ДДшку, пожалуйста, только А, нет. Все правильно он делает, поскольку у Руза есть еще собственный ремкомплект, но это уже 6-3 и, видимо, победа во втором раунде для My Life. А My Rules взяла на игру в свои руки и просто в этом раунде не оставила никаких шансов своему сопернику тем самым, подтверждая статус фаворита наших телезрителей. Ну, не телезрителей, зрителей трансляции. И вот сейчас, смотрите, смотрите, какой выбор дропа от My Life. Мороза. Взял он не тру и не контролил ДДшку, видимо, надеялся он успеть взять флаг своего соперника. И вот первые такие действительно тактические заготовки, видимо, при крайнем левом респе решается этот игрок на подруги тры, что довольно интересно. А ведь Смертная 2 пробует дважды. Использует стрел верхний сплэша и у него дважды он не получается, в следствии чего он вынужден прожать родной ремкомплект и вот уже Рулс был близок к тому, чтобы второй раз за респ слить его. И вот опять скидка флага. Скидка флага, видимо, лаги сервера у нас наблюдается и если бы у Амитису вовремя неоткуда умелась Дашка, то это было бы проблемой. Так, еще 43 секунды и сейчас надо подрывать ДД ку Амитису, желательно бы слить Рулза до аптеки. Да, он сольет Рулза до аптеки. А, у Рулза есть собственная аптека. Боже, как же это плохо. Для игрок осенней команды так бы это было бы просто потрясающе для игрока Этернити, если бы у Рулза конечно же не было ремкомплекта он бы отправлял того на респ и при помощи ремкомплекта с пола доставлял бы один флаг и сводил раунд на ничью, но 7-6 в раунде не позволяет ему это сделать к сожалению для игрока осенней команды и для капитана ГРП у нас окей, прерываю я свое повествование поскольку наш оператор жалуется на лайки в ТО и интернет будет трансляция будет перезапущена так что оставайтесь с нами в ТО Продолжение следует... 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 оппонента на центр, и нет, он не успевает слить. Малат Мороза, ну что ж, три аптеки, три отконтроленные у нас капитаном КГВП, к сожалению, к сожалению, не играет мерзость, не контролировал аптечки, естественно, чего он и поплатился тремя, как на него, флажками, ну а четвертый был уже доставлен на пурске Ле, и теперь, а Витис отправит, конечно, Ролл за на респ, вынуждена использовать родной ремкомплект, а значит, что у него будет проблема при респе, проблема при респе оппонента, конечно же. Ролл сделает все грамотно, не использует он сразу ДДшку, за эту ДАшку, поскольку видит, два на урон немножечко впереди, превыходит из своей базы, и судя по всему, это будет пятый слаг, в любом случае, на данный момент времени я не вижу никаких аутов для Авитос Мергеляно 2, конечно, он будет первый на подхвате флага своего оппонента, но у обоих игроков есть аптека, в то время как у MyLifeMyRules за полная расходка, в свою очередь у Авитос Мергеляно только Нитра, да? Ну вот, интересно, почему он сейчас подрубает Нитру? Неужели Нитра в этом эпизоде может решить? Возможно, следовало, но там же разница в 15 секунд, возможно, следовало, на данный момент все-таки кулдаун на ДДшке, нанести хотя бы чуть-чуть больше урона перед собственной кончиной. А сейчас вынужден Нитис подрубать ДДшку с респа, чтобы законтролить выпавшую ДАшку, но перед контролем он огребает. Буквально по самое не могу от своего оппонента, и вот уже 10 секунд до конца раунда, и 2-5, собственно, в этом самом раунде Рус в очередной раз выходит победителем, и Авитос Мергеляно 2 может рассчитывать исключительно на пенальти, в противном же случае он упадет в нижнюю сетку, где он, собственно, будет дожидаться победителя пары. Победителя пары, боже, дай мне памяти, кто сегодня играл, а сегодня играл он с Вэл, точнее, победил он сегодня Вэл, и победил он сегодня Фэйк, именно победителем данной пары будет дожидаться проигравшей финала в верхней сетке, а именно MyLifeMyRoom в Совете Смерть Кирилла, но я напомню, что всем зрителям, которые останутся до конца нашей трансляции, будет возможность получить определенное количество халявы, а именно, в случае победы MyLifeMyRoom, а наши уважаемые зрители предсказали эту победу, точнее отдали предпочтение именно этому игроку, будет разыгран дополнительно 5000 кристаллов, а также за 50, за каждые 50 зрителей нашего канала будет разыгран по углу до припасов. Я напоминаю, что вам неплохо было бы подписаться на нашу группу ВК, а именно вк.ком.слэшоператор, с нижнее подчеркивание, ТО, именно там проходят все голосования, именно там выставляются повторы и анонсы всех прошедших и будущих трансляций, соответственно, именно там проходят иногда розыгрыши за репосты, именно там пиарится наш паблик, главой которого я являюсь, а именно паблика Тернити, там мы выпускаем несколько проектов, поэтому подписывайтесь на нашу паблику, надеюсь, модераторы сейчас скинут название нашего паблика в чатик Твича, но у нас 10 секунд до начала раунда, боже, 10 секунд до начала раунда, посмотрим, кто же в этот раз будет первый на аптеках, поскольку, как уже выяснилось в предыдущих раундах, кто первый на аптеке, тот владеет миром, обойденное включение ДДшки и MyLifeMyRules первый на громе, если не ошибаюсь, но ведь Смеркер впитывает часть раунда у нас на аптечке и совершенно непонятный выстрел от Аветиса, куда-то вбок, и смотрите, это тактическое решение от Аветиса, он будет первый на ДД, и боже, Рулс только сейчас это понял, и это будет контроль аптечки от синего игрока, боже, наконец-то, дружище, ты отконтролил аптечку, сейчас хотелось бы, хотелось бы не отдать ДДшку еще и с левой части карты, но, к сожалению, к счастью, соответственно, для игрока, за которого вы болеете, двойной урон был взят, MyLifeMyRules'ом и сейчас, Аветис Смеркер, конечно же, взял аптечку, у него есть еще родная, у Рулса также имеется родная аптека, и сейчас Аветис Смеркер контролит, контролит ДДшку у нас с пола и Рулс юзает ремкомплект, Аветис Смеркер, юзает ремкомплект, и сейчас должен быть подбор флага, боже, да, он будет, промах внезапный в упор от Аветис Смеркер, и вот уже Рулс первый на ХП, размен громами Рулсу нельзя идти вперед, поскольку там стоит Минка, вынужденный промах от MyLifeMyRules'а, и это размен будет, дэлит от обоих игроков, и, а Ветис Смеркер, первый на Респе, первый на Респе, а значит, первый он подрубит ДАшку, значит, первый он ступит на атаку с контролем Нитрой, и что же будет? Почему, дружище, почему ты не подрубил ДАшку сразу и позволил выстрелу с ДД пройти по себе, это очень-очень грубая ошибка, грубая, конечно же, ошибка от игрока синей команды, да, несколькими точными выстрелами, он нивелирует преимущество Рулса, но все-таки, все-таки Рулс бьет с ДД и бьет очень больно сейчас, у обоих игроков есть аптека, у Рулса поставлена мина, Минка уже, видите, Смеркер Лиана 2, я не вижу, к слову, Рулс делает, на мой взгляд, правильно, дожидается он отката ДАшки в то время, как, видите, Смеркер Лиан 2 проживает Нитру в совершенно непонятной для меня ситуации, дружище, ты же стоишь на месте, зачем тебе Нитра, и вот сейчас только он подрубает ДДшку, но, к слову, благодаря этой Нитре он смог отъехать как можно дальше, и Рулс не успеет, не успеет просто вернуть флаг и доставить собственный, но Рулс, Рулс уже обзавелся двумя Минками на правом для себя фланге, а Ветис Мергелян 2 же подрубил ДАшку, 3 промаха в исполнении синего игрока, в то время, как 3 точные выстрела отвечает Майро Лайкмар Рулс, 4 точный выстрел, на этот раз ДДшка, и вот Аветис Мергелян опять в неловком положении, но он знает, он знает, что тот, кто владеет Аптечкой владеет миром, поэтому уже сейчас он выдвинулся на центр в ожидании ремкомплекта, а ремкомплект сейчас уже будет, я верю, что он сейчас будет, поскольку весь остальной дроп на карте уже выпал, и нужно контролировать дроп. К сожалению, к сожалению, Аптечка выпала на свой поздний кулдаун, на 7 минут ровно, я напомню, что при выпадании дропа там варьируется от 2 до 2,15 си, к сожалению, для игрока синей команды исчезла для Рулса, выпадает Аптечка в самый поздний момент и не позволяет Аветису Мергеляну 2, ее законтролить, хотя порывы, порывы были безусловно благородные. И вот только на третьей минуте у нас доставлен первый флаг, могу я с уверенностью поздравить Майлайф Майрулз, и Минка настигает своего адресата, у Рулса есть еще ремкомплект, а значит Аветис Мергелян отправится на респ, а значит второй флаг будет доставлен игроком красной команды. Ну и Жарень, скажу я вам, я уже начинаю по технику крипнуть, потому что нету чертова с комментатора, боже. Дайте мне еще одного с комментатора, Аветис Мергелян 2 увидел. Увидел одну Минку, но увидел и вторую. Боже, боже, на реакции. Нет, не могу я говорить боже, потому что грешно упоминать имя Господа в сую. Буду я говорить Аветис Мергелян 2 замещает вторую мину на этой карте и не подрывается, тем самым оставляя свои шансы на доставку первого флага. Да, доставка первого флага сейчас будет. Я напоминаю, что это последний раунд этой встречи, в том случае, если Майлайф Майрулз будет этот раунд на ничью или выиграет. Аветис Мергеляну нужна только победа, и поэтому он сейчас, а это Рулз сейчас устремляется вперед. Рулзу в любом случае тоже нужна только победа, и первый гром проходит про Витис Мергеляну. Да, со сплэша, да, в неполный дамаг, но он проходит. А значит, что Витис Мергелян первый на аптеке. А значит, Рулз выходит победителем из размена по хп, и боже, у Рулзу остается буквально на одну тычку, сейчас будет долит. Да, долит будет, и выпадет дроп. Я напомню, что прошлая аптечка выпала в 7 минуты ровно, значит, с секунды на секунду она должна быть обновлена, а ведь Мергеляну нужно контролить даташку и не идти за флагом. Не идти за флагом контролить аптечку, контролить аптечку, которая сейчас выпала. Боже, она же сейчас выпадет. Нет, дружище, куда ты же едешь за флагом? А хотя, нет, аптечка что-то прямо противоречит моим словам, выпадает, как обычно, позже, боже. Она просто своим выпаданием, она троллит меня, и Аветис, видимо, не видел этой аптеки, но это не помешает ему доставить второй флаг и взять аптеку. Боже, а вот это уже похоже на неплохую зайвочку на победу, потому что Аветис Мергелян, нафуле, ему не нужно дариться, поскольку аптечка на полу. И сейчас нужно лишить Рулза дропа, лишить Рулза дропа. Одной ДДшечки он лишает, вторая ДДшечка, конечно, будет взята, но Аветис Мергелян вывозит на хп. Должен он вывозить на хп, поскольку родная аптека откулдаунилась. Я верю, что она откулдаунилась. Боже, она откулдаунилась. Пожалуйста, пожалуйста. Да, она откулдаунилась. Итак, сейчас все будет решать личный скилл. Безусловно, Рулз уже попадает первым в скилл. Вторым выстрелом Рулз также попадает. Восходная играет капитана ГГП. Итак, Рулз первый на хп. Первый на хп. Боже, и Рулз будет возвращать этот флаг. Скидывает, давит, Аветис. И, судя по всему, это будет 3-2. 3-2 для Рулза. Хотя нет. Дашка кончается. Подрубает ДДшку. Подрубает ДДшку дамажить. Да. А Ветис Мергелян не даст поставить этот флаг уже совершенно точно. И превосходная игра от сплэша. Превосходная игра от сплэша от Аветиса. Не позволяет он выйти вперед в Майлайф, Майрулзу, капитану ГГП. Но теперь с респаунь у него будет проблема. Безусловно, потому что Рулз на аптеке. А Ветис Мергелян, к слову, тоже на аптеке. Но по хп он не сможет поставить этот флаг. И вот очередная ошибка, боже. Рулз переигрывает его просто на том факте, что он не... А, нет. Он тоже прожимает не тру. Ну, какого черта Рулз? А, нет. Но Рулз уже знал, что он как бы по хп. Но если бы он не выигрывал по хп, а Ветис Мергелян всё так же прожимал на труп. Боже. Да он бы... Ай, да о чём я говорю? Боже. А Ветис... Да-а-а-а-а-а-а. Прожимает ДДшку прямо с респа и отправляет своего оппонента на Респа. И сейчас Рулз... Руза, добрый Респ. Нужно подрубать Дашечку. Да, Дашечка подрубается. Но оппонент там на ДАДД. А Ветис Мергелян 2, боже, что ты делаешь? Трус. А, а, Ветис Мергелян 2 наконец-то затаймил аптеку. Боже. Так, господи. А, почему я опять сказал господи? Это провал. Извините, извините, мои набожные друзья. Я ни в коем случае не хотел оскорбить никакие чувства верующих. А Ветис Мергелян 2 превосходно на фулл дропе отыгрывает. Просто на хп разносить его оппонента. И вот, уже контроль ДДшки на левом для Рулза фланге. Да, Ветис Мергелян 2 кончается ДАшкой. Да, Рулз на ДАДД. Хотя нет. Точно, Ветис Мергелян 2 же. Почему я все время говорю о Ветис Мергелян 2? Игрок синей команды... Извините за тавтологию. Промал. Извините за тавтологию. Короче, игрок синей команды 2 перед этим отконтролил ДАшку с пола. Значит, собственно, ДАшка у него уже отколдонилась. И он смог ее поражать сразу. Рулз принимает фатальное для него решение. Самоуничтожится. А ведь думаешь, что Гебопа не так же будет этим заниматься. Но Ава просто отправляет Рулза на респ. И только потом пускает себе гром в лицо. Так. ДДшка от Рулза. ДАшка от А... ДДшка от Ава. Но, к слову, первый сплэш прошел от игрока синей команды. А это значит, что на ХП он будет вывозить. К слову, аптечка заредюсила часть полученного дамага. И сейчас... И сейчас неудачная игра подъема от... И такая же неудачная игра... Игра от Капитана КГВП. И буквально минута-минута отделяет Витес Мергеляна Два в пенальсе. А Рулз уже... Рулзу нужно... Боже... Б Visa Мергеляна Два. Рулз берет... Подрубает ĐДешку. Все правильно он делает его. А Витес Мергеляна два проблема. А Витес Мергеляна Два нужно и ведить. И ведить эту доставку. Первый выстрел был в молоко. А значит, сейчас будет Дашка. Сейчас будет Дашка. И ехать на флаг оппонента. Да, он едет на флаг оппонента. Все тактически правильно делает. Игрок синей команды. Не зря я пригласил его в Этернити. Да, я умея делать правильные выборы иногда иногда не всегда каюсь аптечка а это значит это значит что рус уже ничего не сделает в этом раунде счет будет 42 тайминг и нас ждет пенальти ребята вот это завершение финал верхней сетки это я понимаю пенальти раунд это как раз то чего не хватало больному горло позже остановитесь что же вы делаете мы уходим на небольшую паузу а пиковую онлайн у нас 70 человек человек это значит один год ребят давайте еще 30 30 человек пожалуйста еще 30 человек и а ну мы сейчас перезапустим стрим у нас пришел другой оператора именно мог все мог себя перестает вас развлекать в чате и принимая стримы себя небольшая пауза а а а а Продолжение следует...